Ключи от квартир этого жилого комплекса ждут порядка ста человек. Отпраздновать новоселье семьи должны были осенью этого года. Вместо этого каждый четверг приезжают в городскую администрацию и добиваются, чтобы их жилье все-таки достроили. На очередной такой встрече стало известно, что застройщик Барнаулка обстроя из-за срывов срока строительства разорвал договор с подрядчиком жилищного комплекса. Достраивать третий блок секцию возьмется уже новая компания. Запущена процедура подготовки акта сверки взаиморасчетов и объемов выполненных работ с СК «Стройпанорама». Как только акт будет готов, новый подрядчик сможет выйти на объект. Ориентировочно в конце марта. Новая строительная компания к работам приступит, но лишь к достройке третий блок секции, а первый, второй, четвертый и пятый речи вообще не идет, рассказывают дольщики. А ведь сдачу этих блоков ждут около 50 человек. Возмущает людей тот факт, что засыпают нулевой этаж их дома. Сейчас ведется засыпка нашего нулевого или минус первого этажа, который является частью дома. У нас девятиэтажный дом, нулевой этаж, который сейчас засыпают с нарушением норм. Должна производиться засыпка с поэтапным уплотнением. Ее мы не видим. То есть насыпали три метра песка и разровняли бульдозером. Напомним, что деньги дольщиков в ЖК Парковой защищены, лежат на эскроу-счетах. Этот козырь использует администрация города. Если что-то людей не устраивает, им предлагают забрать деньги и купить другую квартиру. Да понятно, что сегодня за те деньги, которые они вложили, сегодня сложно будет купить равноценную квартиру. Но там нет обманутых дольщиков. Год назад, когда мы покупали квартиру, в нашем городе цена однокомнатной хрущевки была 1 миллион. Мы вложили маткапитал 460 тысяч рублей. А что мы имеем сейчас, спустя год? Однокомнатная хрущевка сейчас стоит минимум 1 миллион 700. Это что получается? У нас отобрали полтора маткапитала и призывают радоваться. Это так работает система эскроу-счетов. Очередное заседание в мэрии пройдет в этот четверг. Люди надеются, что на таких встречах будут учитывать их мнение. И они в итоге не станут первыми дольщиками, обманутыми в рамках проектного финансирования. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.